Недавно наша съемочная группа побывала в одном из самых необычных экзотических музеев Онтарио. Я говорю о Канадском музее индийской цивилизации, основанном относительно недавно, в 2003 году. Это первый в Северной Америке музей, предназначенный демонстрировать суть и историю индийской культуры, показывать различные аспекты этой древней цивилизации и ее связи с мировыми религиями. Наши корреспонденты встретились с русским художником Алексеем Дымовым, много сделавшим для оформления этого музея. Давайте посмотрим их беседу. На фоне индусского божества Ханумана приветствую вас, дорогие друзья, все, кто смотрит и любит авторскую телевизионную программу «Наш дом». И я приглашаю вас сегодня в интереснейший музей индийской цивилизации. Этот канадский музей в городке Ричмонд-Хилл – первый подобный музей в Северной Америке. Здесь можно познакомиться с индуизмом как совокупностью религиозных философий и традиций, а также посетить действующий ашрам. Здесь наша группа встретилась с декоратором, с дизайнером, украшавшим этот музей Алексеем Дымовым. Мой первый к вам вопрос. Как вас угораздило, в общем, наверное, русского человека оказаться в таком непривычном антураже и еще и создавать его? Спасибо за вопрос. Нет, я начну поговоркой. Неисповедимый пути Господня. Я попал сюда через человека, который здесь молится, который здесь венчался. Это один из моих партнеров в бизнесах. Он меня познакомил с президентом этого музея, известнейшим индусом Канады, доктором Дубаи. Он филантропист, известнейший хирург по сердцу и открывает клиники по всему миру. Вот одновременно он ведет этот потрясающе красивый храм. При его руководстве он вырос из небольшой общины, нескольких десятков человек, в крупнейшую организацию Канады, организацию по индуизму. И одновременно здесь происходят все молитвы, все мантры читаются монахами из Индии реальными. То есть здесь интересно побывать, наверное, любому интеллигентному культурному человеку. Скажите, пожалуйста, Алексей, а что вы закончили, откуда вы приехали? И каким образом вы стали, так сказать, декоратор предполагает, что вы закончили какое-то интересное учебное заведение? Ну я начну немножко глубже о предыстории. Дело в том, что я родился в семье геолога и горного инженера в одной из республик Советского Союза на севере Таджикистана. И вот все минералы, кристаллы, все вот эти вот вещи из природы я видел с детства, потому что мама приносила эти вещи для декорирования нашего дома. Я закончил горный институт в Ленинграде, потом он был уже Петербург, в 92-м году, где было старейшее, вообще это старейшее техническое учреждение Российской империи, и одновременно музей Екатерининский, где минералы, кристаллы, сталактиты и вот все вот эти вот прекрасные природные материалы были выложены на столах. Это вообще одна из крупнейших таких вот галерей минералогии. Когда я переехал в Канаду в 98-м году, я сразу поступил в колледж, и через три года его закончил. Это Монреальский Даусон колледж, отделение дизайна и иллюстрации. Я думаю, не только мне, но и нашим телезрителям не доводилось прежде видеть ничего подобного. Вот такие декоративные стены, да тем более украшенные еще и кристаллами Сваровского. Как я понимаю, это одна из шести стен, которые вы оформили вот в этом храме и, соответственно, в музее. Совершенно верно. Нет, я сделал шесть больших стен. Собственно говоря, это три помещения, непосредственно вход в музей. Вы видите сейчас стену с космосом, потому что индийская философия, она наполнена космологией. Дальше будет стена бога Шивы на фоне горы Кайлаш. Ну и дальше мы пойдем непосредственно по храму, где еще несколько стен. Собственно говоря, здесь изображена наша планета Земля с картой Индии, вот там вот Луна, если вы заметили, ну и галактика. Моя компания называется Galaxy Decor и все, что связано с космосом, я вот как-то так, знаете, сразу поставил флажки. И работа с космосом, я как бы давно уже в детстве рисовал какие-то акриликовые работы, связанные с космосом. Меня он привлекает, потому что там вот какая-то вот безмерность, а мне как творческому человеку любая рамочка, вот когда ставят, она сразу напрягает. Поэтому любой сюжет, связанный с космосом, либо бэкграунд к чему-то, либо вообще космос, стена для меня это просто, извините, кайф. Здесь написано «do not touch», и вот координаты моей компании, компании, которая это делала. Но я советую всем трогать. Даже есть как бы некая идея в будущих продуктах, в следующих техниках использовать какие-то вещи с запахом, там вот запахи Индии включать, то есть чтобы стена была более живой. Здесь использованы крупные кристаллы разного цвета, размера и оттенка, но в основном я работаю, вот я показал, маленькие кристаллы, которые не давят, они создают какой-то бэкграунд, ощущение какое-то добавляют всему полотону. Алексей, ну вот когда, например, иконописцы пишут иконы, то они, безусловно, переживают какой-то катарсис, они, безусловно, переживают какие-то чудеса или в течение, так сказать, своей работы, или после, но это даром не проходит. А вот вы создаете совершенно как бы чужие вам образы, как я понимаю, вас это как-то увлекает, вас это куда-то уводит, или так просто вот пришло и ушло? Конечно, это откладывает свой отпечаток, это ответственная очень работа, и они имеют большой смысл. Каждый раз, занимаясь конкретным совершенно сюжетом, в частности, например, вот бог Ганеши, я изучаю предмет от цветов, от металлогии и так далее. Сам собор, сам храм называется Вишну Мандир, то есть они выделили этого бога в названии данного храма, поэтому там была интересная очень, конечно, ситуация. Дело в том, что пересекать линию альтаря запрещено даже верующим. Тогда входят только монахи, ну и сам руководитель этой организации. Я должен был снять ремень, обувь, поститься. Кожаную, кожаную. Совершенно верно. В силу того, что они вегетарианцы, значит, я не ел мясо в течение недели до того, после, в процессе и так далее. То есть вас застали попаститься? Совершенно верно, да. Это было важно. И я там зависал на большой высоте, вот, с хрустацией этих кристаллов. Было очень интересно просто вот находиться в этом энергетическом поле. По сути, ты находишься в самом алтаре, и он намоленный. Конечно, этот знак, в принципе, знают все. Это звук Ом. Здесь хорошая очень игра вот этого красного, очень такого теплого цвета с вот элементами неба. И я получал достаточно серьезное удовольствие просто работать здесь. И особенно потому, что здесь много кристаллов. И вот это вот обрамление сделало хороший очень эффект. Это один из главных знаков индуизма. Это, собственно говоря, символ его, да, как звезда Давида в иудаизме и так далее. Означает он, как мы знаем, первый звук появившейся Вселенной. После этого Биг Бена, 13 миллионов лет. То самое слово, кстати, сказать, надо думать. Да, многие его включают в мантры. Кто-то говорит, что за пределами Солнечной системы, да, этот звук реально записывается. То есть он не только был, когда ты исчез, да, он наполняет нашу энергию. Изображение младенца Кришну за нашей спиной, да, вот. Причем интересно, у вас он сидит на перее павлина. Если я не ошибаюсь, то вообще он родился как бы из лотоса. Дело в том, что концепт, вот скетч этого рисунка был основан на том, что уже было до меня. Там было панно, где были павлины. И павлин был буквально на том же месте, где вот вы сейчас его видите. Я просто соединил две идеи. Красивейший по текстуре, по вот вкраплениям цветов перья павлина. И, собственно говоря, вот очертания лотоса, цветка. То, над чем он плывет, собственно говоря, по вот этой речке из этой легенды. На нашей спиной находится стена мира. Это, между прочим, свидетельство того, что индусы очень религиозно терпимый народ. Ну и давайте пройдемся немножко по этой стене. Да, она называется Wall Peace, стена мира. И вот вы видите, здесь несколько символов, не только даже религии, а каких-то философий, каких-то направлений цивилизации человеческой. Вот там, например, звезда ислам, дальше Мартин Лютер Кинг, борец за права чернокожих, иудаизм, буддизм. Вот тут Нельса Манделла. Дальше у нас, собственно, индуизм, знак Ом. Да, Иисус Христос, Махамада Ганди и лорд Махавир. То есть, в принципе, они этим показывают, что они открыты для всех вероисповеданий, для всех религий. И более того, они приглашают сюда молиться собственным богам. Я хочу всем нашим зрителям сказать, так как говорят в Индии, не прощайте по-русски, не goodbye по-английски, а намасте. Субтитры создавал DimaTorzok